Здравствуйте! Вы смотрите Первый городской. Чем запомнился четверг, 28 апреля, расскажут наши корреспонденты. В студии Ирина Коробко. Это время Одессы. Главные новости дня. И вот о чем будем говорить далее. 2 мая порядок в городе будут охранять 3000 полицейских, а медики планируют дежурить в усиленном режиме. Полностью весь центр города будет патрулирован на каждом углу. Не дешевый праздник, сколько в этом году обойдется подготовка к Пасхе и на чем лучше сэкономить. Цены на пасхальные куличи самые разные. Большие Пасхи можно купить за 115 гривен, самые маленькие – по 7. На трассе здоровья построят большой спорткомплекс, а в парке Шевченко – скейт-парк. Оно будет располагаться рядом с стадионом ЧМП. И все подробности прямо сейчас. 2 мая городские больницы будут работать в усиленном режиме, чтобы в случае массовых столкновений оперативно оказать помощь. Медиков просят не покидать пределы города и всегда быть на связи. Главврачи будут контактировать с полицией напрямую. В течение 30 минут дежурная группа врачей при необходимости прибудет на место в любую точку города. У нас есть очень серьезная связь и определены базы клинические для организации неотложной помощи и экстренной медицины в случае необходимости дополнительного развертывания коек. Со службой городской подстанции скорой помощи вопросы решены и со службой медицинных катастроф также. Следить за порядком в городе будут 3000 полицейских. И нацгвардия также задействует правоохранителей из соседних областей. Куликово поле огородят забором. Под особым вниманием также будут соборная площадь и государственные учреждения, горсоветы, обладминистрация. Кроме того, в центре города ограничат движение автомобилей. Полностью весь центр города будет патрулирован. На каждом углу, можно сказать, проходе, квартальном переезде будет какой-либо наряд полиции, усиленный всеми спецподразделениями. По проходу на Куликово поле, да, будут фильтрационные пункты. Все будут осматриваться с целью, чтобы не допущение каких-либо терактов. Ключевой свидетель по делу 2 мая узнал на видеозаписи четверых обвиняемых во время массовых беспорядков на Греческой. Так, по словам Александра Посмитченко, перед началом столкновений всем участникам на Куликовом поле раздавали амуницию. Биты, каски и щитки. Один из подсудимых, Сергей Долженков, был в бронежилете. Также свидетель заявил, что другой подсудимый, Владислав Романюк, бросал коктейли Молотова, а Александр Суханов стрелял в сторону проукраинских активистов. Еще один обвиняемый, которого узнал Посмитченко, свое участие в беспорядках категорически отрицает. На площади был, но бегать и драться физически не мог. У меня были порванные связки, крестец и внутренняя связка. Я, наверное, прожил в гипсе в данный момент, и когда я ходил, у меня только я мог прямой ногой ходить. Я не мог ее ни сгинать, ни... Только она остановилась на прямую ногу. Так как у меня были связки, они нарушены. Я был там, оказывая первую медицинскую помощь пострадавшим. Мы ехали с этой целью. Тем временем, служители Фемиды решили пересмотреть меру пресечения для всех пятерых обвиняемых, которые содержатся в СИЗО. Возможно, их выпустят под домашний арест. Ожидается, что суд примет решение об этом 29 апреля. Смотрите, какая ситуация с Посмитченко. Два года особа фактически не допытывалась в связи с теми нюансами, что происходило в час зачитывания обвинительного акта. За два года человек может забыть некоторые нюансы, которые происходили, забыть некоторые обстоятельства. И, возможно, она может путаться в своих показах. Наша позиция остается неизменной. Мы считаем, что основы есть. Мы их оборудовали в каждом судовом заседании. По какой причине мы просим оставить именно такой запобедный заход? Смертельная авария ночью на пересечении Троицкой и Морозлиевской. Микроавтобус на большой скорости снес забор и врезался в памятник Морозли. Водитель, по всей видимости, не справился с управлением. От полученных травм он скончался на месте. Все обстоятельства сейчас выясняют сотрудники полиции. Чиновники тем временем обследуют состояние самого памятника. Говорят, он не пострадал. У нас утром вышла комиссия туда по оценке того, что произошло. Но предварительно могу сказать, что машина врезалась непосредственно в постамент. То есть сам памятник практически не пострадал. Но для более точного мы, конечно, будем еще определяться вместе с районной администрацией. Полиция задержала пятерых мужчин, которые ограбили и жестоко избили прохожего. Как выяснилось, злоумышленники подошли к мужчине и попросили закурить. А когда тот отказал, повалили на землю и забрали сумку с личными вещами и двумя телефонами. Правда, у пострадавшего при себе оказался еще один, с которого он и позвонил в полицию. Тогда грабители вернулись и начали его избивать. Прохожего доставили в больницу с черепно-мозговой травмой и ушибами. Сейчас все пятеро нападавших находятся под стражей. Им грозит до шести лет тюрьмы. И к другим темам. С начала года в Одессу поступило почти полтора миллиарда долларов инвестиций. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. За счет местных и иностранных бизнесменов город развивается, говорят чиновники. Часть денег поступает на улучшение коммунальной сферы. В частности, 34 миллиона гривен вне бюджетных средств потратят на модернизацию лифтов. Мэрии надеются, до конца года приток инвестиций увеличится. В этом году ремонт строительства детских площадок за грантовые средства. В этом году первые проекты по энергосбережению, по утеплению социальных объектов. Это тоже частично кредитные, частично грантовые средства. Однако, несмотря на то, что это грантовые средства и кредитные средства, они все равно идут как инвестиции, потому что они вкладываются в развитие инфраструктуры города. 17 участков трассы Одесса-Рени приведут в порядок к октябрю этого года. В районе села Монаши работы уже начались. До середины мая этот отрезок полотна восстановят полностью. На ремонт потратят порядка 1 миллиарда гривен. Деньги планируют привлечь из нескольких источников. Как минимум треть этой суммы выделят из государственного бюджета. Кабинет министров планирует отменить. Уменить налогообложение пенсии. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. По его словам, соответствующий законопроект подадут в парламент после Дня Победы. Отмечу, сейчас в стране с пенсией размером более 4 тысяч гривен высчитывают 15% налога. Кроме того, правительство собирается повысить социальные стандарты с декабря не на 6%, как сообщали раньше, а на 10%. Также в течение 2016 года в Украине увеличат и сумму субсидий. Субвенцию на надание пильг и житловых субсидий населению на оплату житлокомунальных послуг пропонуется увеличить на 5 миллиардов 269 миллионов гривен. Это вы значите в сумме 40 миллиардов 269 миллионов гривен. Не дешевая Пасха. Подготовка к одному из самых главных христианских праздников в самом разгаре. Одни хозяйки пекут пасхальные куличи и делают традиционные писанки сами, другие покупают все готовое. Эксперты уже подсчитали. Самая дешевая пасхальная корзина у жителей столицы. А вот одесситам придется раскошелиться. В нашем городе одни из самых высоких цен в Украине. В среднем пасхальная корзина обойдется в 500 гривен. Ксения Бровиненко выяснила, сколько стоят праздничные куличи и на чем лучше сэкономить. Пасхальные куличи, яйца, плетеные корзинки и другие праздничные атрибуты выросли в цене почти в два раза. В прошлом году подготовка к Пасхе обходилась одесситам в 250 гривен. Если сравнивать с предыдущими годами, конечно, цены подросли. Вот на хлеб даже, то самое Пасха. Если было год-два назад Пасха, можно купить до 15, 10, 10, 12 гривен, то в этом году с 20 и выше. Покупатели стараются экономить на достаточно дорогих вещах. Многие пасхальные атрибуты, например, корзины или краски для яиц, остались еще с прошлых годов. Если стоимость яиц особо не изменилась, то больше всего подорожали самые главные символы праздника – пасхальные куличи. Цены на них выросли почти в полтора раза. Цены на пасхальные куличи самые разные. Большие пасхи можно купить за 115 гривен, самые маленькие – по 7. Но если хорошо поискать, праздничную выпечку можно найти и за вполне умеренные деньги, как в прошлом году – по 80. Продавцы уверяют – цены растут оправданно. Выпекать куличи – дело дорогое. Учитывается все – от аренды магазина до затрат на бензин. Еще и сами составляющие – недешевые. Но некоторые стараются экономить. Большую часть ингредиентов делают сами. Цена пасхи состоит из того, что у нее заложено и какие ингредиенты положены. Мы лично работаем с натуральными жирами, с натуральными продуктами. Мы ложим сливочное масло, мы делаем сами. Нутряной жир мы топим сами. Подорожали в этом году даже плетеные корзины. Особенно иностранного производства. Поэтому магазины стараются закупать только украинскую продукцию. Она значительно дешевле. Самые большие – 180. Цельная лоза у нас польская вообще за пределами достигаемости. Народ ее бы просто не оценил в этом году. А вот стоимость красителей для яиц, наклеек, украшений для выпечки и других пасхальных мелочей почти не изменилась. Продавцы уверяют, большая часть ассортимента – это прошлогодняя продукция. Поднимать на нее цены просто не имеет смысла. Не купят. 25 такие красочки. 20-25 уже там как-то. Вот такие красочки обычные от 5 до 8 до 10 гривен. Они тоже в ассортименте. Наклеечки всевозможные. В среднем праздничная корзина обойдется одесситам в 500 гривен. Продавцы говорят, покупателей уже меньше, чем в прошлом году. А если цены продолжат расти, то отметить Пасху станет дорогим удовольствием. Ксения Барвиненко, Глеб Авчинников, Первый городской. Ну и мы продолжаем. Поставили на паузу и готовятся к перезагрузке. Центр обслуживания граждан на проспекте Шевченко временно приостанавливает свою работу. Это связано со сменой формы собственности. Предприятие стало государственным. За две недели планируется перейти на новую правовую базу и систему документа оборота. Единственная загвоздка в деньгах. На перезапуск необходимо 9 миллионов гривен. Вопросы о выделении средств рассчитывают решить на ближайшей сессии областного совета. После того, как центр будет запущен, те средства, которые будет получать центр по регистрации имущества и по регистрации бизнеса, будет разделяться следующим образом. 60% вырученных средств будут оставаться на развитие центра и подобных центров в том числе. В то время как 40% будут идти в городской бюджет, в местный бюджет. Одесские катакомбы могут попасть под охрану ЮНЕСКО. Речь идет о подземных тоннелях в Нерубайском и еще двух участках в центре города. Но сначала их нужно привести в порядок. Оборудовать входы, убрать весь мусор и создать комфортные условия для туристов. Также в катакомбах планируют открыть подземный музей. В Горсовете уже разработали план работ. Его вынесут на обсуждение на следующем заседании исполкома. Напомню, одесские катакомбы – самые длинные в мире. Их протяженность – почти 2500 километров. В прошлом году подземные тоннели внесли в список объектов культурного наследия Одессы. Потемкинскую лестницу в Одессе реконструируют. На это из городского бюджета потратят почти 15 миллионов гривен. Чиновники уже провели тендер и назначили фирму подрядчика. Договор подпишут в середине мая. По плану реконструкции лестницу укрепят сваями и полностью заменят ступеньки. К тому же приведут в порядок и территории вокруг. Здесь планируют срубить старые деревья. Реконструкцию намерены закончить в 2017 году. А на 16-й станции Большого фонтана реконструируют набережную. Коммунальщики уже начали снимать старый асфальт. Его планируют заменить на новую плитку. Позже здесь установят открытый балкон. Работы проходят в рамках проекта благоустройства одесских пляжей, который рассчитан на три года. На ремонт планируют потратить около миллиона гривен. Все средства соберут за счет инвесторов. Мы ни капли не берем с городского бюджета. Тесно взаимодействуем с предпринимателями, с людьми, которые хотят помочь городу. Их таких оказалось очень много. В принципе, из этих средств то, что мы зарабатываем, то мы вкладываем полностью в реконструкцию и дальше будем вкладывать. Ну а в парке Шевченко планируют построить скейт-парк. Уже готов проект и выбрано место. Прямо возле стадиона Черноморец, на месте бывшей спортивной площадки. Территорию оградят, установят рампы и трамплины. Вокруг будет проложена велосипедная дорожка. Напомню, три года назад скейт-парк обещали построить в Лунном сквере. Чиновники утвердили проект, но к строительству так и не приступили. Оно будет располагаться рядом с стадионом ЧМП. Оно будет расчищено и будет более удобный доступ. Даже с веломаршрута, который проложен по Суворовской элле, можно будет велосипедом заезжать на это сооружение. Кроме того, у мэрии планируют построить большой спорткомплекс на трассе здоровья. Там будут установлены баскетбольная площадка, зона для пляжного волейбола и детский городок. Поскольку обойдется строительство, пока не уточняется. Таким стал день. Вы смотрели «Время Одессы». Пусть эта неделя закончится позитивом. Будьте с нами. Увидимся в следующих выпусках. И до встречи на Первом городском. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова